всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир по дизайну мы будем делать неоновый французский маникюр со стемпингом как раз новыми оттенками из новой коллекции но перед этим я хотела бы показать вам новинки у нас новинки есть из ухода в линейке и у нас есть новинки по моделированию поэтому я сейчас буквально 5-10 минут самом начале потрачу ваше время на то чтобы рассказать о новинках и дальше мы с вами потихоньку перетечем в обзор вернее в дизайн ногтей если не сложно напишите тему эфира дизайн ногтей неоновый французский маникюр напишите неоновый французский маникюр всем привет сейчас как раз мы начнем обзор с неонового с уходовой линейки и я смотрите случайно оказалось даже мне кажется одета в контексте этих лосьонов новых итак давайте посмотрим сколько номеров и какие запахи понятно что я буду вам произносить название этих запахов будет понятно не будет в общем это новая коллекция о спасибо за название прикрепить комментарии сейчас вот так сделаю чтобы они в кадр попадали давайте смотрите сейчас буду выбирать вместе с вами красиво черненькие в чем открою секрет это не единственная линейка парфюмированных кремов уже вернее практически готова она уже на складе и и даже же рассылают дистрибьютором есть еще одна линейка парфюмированных кремов она выглядит немножко друга другая по запахам и по стилистике вот на сегодня я хочу презентовать именно вот эту линейку что это за лосьоны вы знаете я сейчас работаю очень много женщинами и основное что вот встречается чаще всего это то что у всех катастрофически не хватает времени у нас а две-три работы у нас куча детей у нас любимый муж дом там хозяйство и бедная женщина она должна быть как белка в колесе просто постоянно что-то делать куда-то бежать и мчать и хотелось сделать такой продукт который будет не только ухаживать за вашей кожей увлажнять ее но и делать вас восхитительной прекрасной потому что когда за женщиной идет вкусный шлейф неповторимого запаха то во первых люди по-другому начинают реагировать на нее и она сама себя чувствует намного увереннее и комфортнее и раскованнее в чем фишка этих кремов эти лосьоны они дают очень нежную текстуру быстро впитываются и шлейф остается в этот аромат духов до десяти часов причем я заметила в себе понятно что у всех кожа разная по-разному держится запах но я например даже руки один раз помою если я вот начинаю нюхать себя я понимаю что у меня запах рук еще сохраняются в общем чем они классные тем что экономят вам время вам не нужно нанести 33 крема на тело а потом еще побрызгаться духами здесь вы просто выбираете те духи которые вам откликаются больше всего просто пользуетесь и от вас реально пахнет так как будто вы попользовались именно духами они уходовыми средствами это получается такой знаете два в одном и так давайте сейчас я вам прям расскажу про запахи так первый первый где у нас здесь первый лосьон первый лосьон это сделано по мотивам зеленский розы если разложить по составляющим там присутствуют верхние ноты это черный перец средние ноты это ветивер и нижние ноты это не роли запах ну возможно я так думаю мне так кажется это будет наверное ну один из самых таких популярных запахов я люблю такие запахи сложные запахи такие вообще все запахи здесь очень сложно сочиненные они сделаны по мотивам известных духов вот но ноты верхние средние нижние они дают вот такой знаете сложно необыкновенное сочетание и ты понимаешь что это вот прям что-то отдаленное например как сейчас от я нюху это зеленский роза это я сейчас везу в москву на подарки подружки мне прям интересно что она себе выберет так второй парфюм это у нас по мотивам lanvin это модерн принцесса этот более нежный более мягкие вот кто не любит такие ярко выраженные острые духи это вот прям для вас по мотивам lanvin здесь получатся верхние ноты это яблоко красная смородина средние ноты это жасмин и фрезия и базовые ноты в одни светлая древесина и белый мускус цену будет это в европе блин лига не знаю сейчас видите не получается синхронно выпускают продукты потому что мы не можем многие вещи вывести из россии и не можем многие вещи завести в россию из европы вот поэтому к сожалению пока это в рамках россии страны снг так стоимо сейчас я вам покажу на сайте юль покажешь на сайте так номер 3 и номер три так а это по мотивам и все лоран я ведь и в разные места мажу я сейчас хочу выбрать который мне нравится больше всего так и все лоран здесь груша жазмин розовый перец о боже вкусно средние ноты кофе горки миндаль лакричник и базовые ноты это ваниль пачули белый кедр вообще обожаю пачули сейчас наверное из трех запахов мне нравится все но наверное и в сел лоран вот этот запах ваниль пачули белый кедр наверно будет самый я так думаю популярный хотя не факт покажешь мне вот это откроешь на сайте это да так и последний запах это получается у нас по мотивам кинзу единственное целое место у меня осталось по мотивам кинзу верхние ноты мята розовый перец мандарин ой тоже классная но ты средний лотос персик и базовые ноты это кедр и мускус короче я выбираю ты знаешь какой я выбираю номер три короче номер три да вот это красная мородина ваниль светлая древесина белый нет короче да у меня пачули ваниль и белый кедр ты зеленский не могу лишь мне видимо вот прям кайф в общем девочки у вас вчера на эфире был другой маникюр нет у меня вчера этот был маникюр вы пропустили этот маникюр кстати мастер-класс уже есть в ленте прям подробно 15 минутный как сейчас показываю на сайте так на сайте уже есть смотрите уже доступно и у дистрибьюторов и на и мешок точка ру запахи обалденные так и следующая новинка так мы сейчас перейдем с вами к дизайн мне уже видите приготовила французский маникюр мы сейчас будем делать стемпинг следующая новинка это из классики по моделированию кто любит очень наши гели для моделирования бутылочках у меня для вас отличная новость оставьте плюсики кто этому очень рад я думаю что таких будет очень много кто любит моделировать жесткими гелями и моделировать именно с гелями из флакона у нас вышли новые гели они будут на эми шоп с 28 июля мы называем это еще фирм флакси был гель по характеристикам в быту скажем так да в народе это называют еще жидкие акригели кто-то называет это жидкие полигели уровень жесткости конечно у них намного выше чем у обычной классики прям достаточно жесткий материал классные и какие здесь у нас оттенки постарались сделать для вас максимально базовые цвета здесь видите есть получается холодный белый холодный розовый холодный бежевый и чуть чуть более теплый бежевый вот поэтому кто обожает моделировать из флаконов стоимость будет 1650 многие сейчас спросят почему такая цена цена потому что во-первых классный продукт очень высокое качество сырья у меня все в креме теперь открывать не могу ну конечно самый ходовой я так думаю это будет белый очень прочный материал очень прочный если сравнивать с обычной классикой он конечно же намного жестче при этом все равно он хорошо амортизирует ну у нас девочки кто занимались технологии этим продуктом да это юля донченко занималась данного нас моделирующий мастер и моделирующий технолог вот она в полном восторге от материала потому что он реально очень жесткий это то что вот сейчас называют жидкий полигель жидкий акригель наше сырье это высокая степени очистки поэтому цена такая ну и вы должны понимать мы так продолжаем заводить сырье для производства с европы и так как цена сейчас очень выше выросла на само сырье на транспортные расходы на все ингредиенты так это оттенок сэнди такой вот он не такой плотный как белый такой средней плотности ой надо показать не на типсе а на ложки давайте я щас на ложке цвет сделаю нужно пробовать материал пока не попробуете не оцените вот этот такой вот не сильно плотный такой средней плотности очень красивый такой благородный полупрозрачный эффект камуфляжа они вот прям все четыре разные сейчас вот второй камуфляж покажу он будет более плотный это такой вот средней плотности это будет продажи с 28 числа но мы обязательно проведем эфир с этим материалом обязательно сделаем моделирование розовый холодный тоже по плотности может быть что-то среднего между белым и между этим розовым вернее между бежевым тоже он не сильно плотным средней плотности классический гель для моделирования только во флаконе пишите кто любит моделировать жесткими гелями из флакона скажите что с точки зрения маркетинга для клиента это прям идеальный вариант то что не все клиенты понимают что для их ногтей например гель лак вообще категорически не подходит по показаниям им исключительно нужно делать классику но не все это клиенты понимают для них это все как гель лак это типа что-то натуральное для натуральных ногтей классика для них это что-то искусственное не натуральная и вообще-то вульгарно это нарощенные искусственные ногти ну как же что только они не надумывают а когда ты берешь флакончик с кисточкой у них ассоциации что он не делают ногти как они называют шелаком все значит моя душа спокойно шелак не важно что вообще это жесткая система жесткая решетка вот это такого такого рода маркетинг для клиентов и он кстати очень удобен для многих мастеров потому что иногда очень сложно объяснять клиенту что я тебе сейчас буду делать жесткими гелями моделирования я сейчас возьму баночку до обычно же гели для моделирования ниже в банках идут вот эта новинка это то что будет 28 но мы еще будем подробно про это говорить скорее всего будет серия прямых эфиров по моделированию и по коррекции по моделированию и по коррекции так вот они эти оттенки сейчас вот хорошо видно что получается белый самый плотный один бежевый такой средней плотности даже я сказал такой прям знаете полупрозрачный розовый полупрозрачный и бежевый такой плотный классные цвета такое вот базовое универсальное так сейчас мы с вами переходим к дизайном у нас сегодня тема французский маникюр неонами и хотелось поработать снова новыми оттенками 45 46 47 48 кто пропустил я уже делала обзор этой коллекции обязательно пересмотрите эфир так французский маникюр ну давайте начнем с желтого французского маникюра будем все это сочетать со стемпингом я долго думал о том какой дизайн сегодня показывать конечно французский маникюр кисточка из флакона в основном не рисуют в основном нужно рисовать все тоненькой кисточкой отдельной кистью сильно не порисуешь можно взять отдельную кисточку сейчас мы возьмем так неоновый французский маникюр хорошо смотрится с камуфлирующим белым гель-лаком основу сделать белым камуфляжем хорошо можно было бы сейчас взять новый камуфляж белый но мы сейчас к нему добавим стемпинг мне захотелось сделать с пластиной которая относится к брендовому маникюру не знаю почему именно цвета брать пастельные не черный и белый как основа неоновый френч а сами элементы дизайна у нас будут пастельные оттенки не очень хорошо дружат суши для этого я возьму стемпинг такие номера там где-то мне еще голубой был кстати кто пропустил у меня новый маникюр мастер-класс уже есть в ленте тоже работала со стемпингом с градиентом так ну например сюда можно взять будет розовый и по зелененький и вообще голубенький давайте зелененький может быть сиреневый даже да давайте сиреневый возьмем юля а принеси мне жидкость для снятия лака сейчас мы протру пастину так мне вот кафе например гусиную лапку делать необычное сочетание если взять такой вариант все приготовили единственное нам нужно перекрыть т-классом либо обезжирить просто если боитесь что цвет уйдет во время обезжиривания перекрывайте т-классом можно просто обезжирить чтобы не было лишнего слоя пленки скоро будут смотрите в европе просто в россии они чуть пораньше появились вот в европе тоже будут пленки но когда точно сейчас не могу сказать еще раз напомню сейчас очень плохая синхронизация выхода новинок и вообще повторение новинок европейского офиса с российским офисом надеюсь что это рано или поздно закончится когда-нибудь так подсушили и теперь берем гусиную лапку отпечатываем на весь ноготь потом берете влажную салфеточку единственное конечно мне бы перчатки наверно сейчас перчатки одену девочки это еще с ногти просто испорчу так не на вытираешься обычно вот так юля есть палочки ушные дашь мне а то у меня тут французский маникюр сейчас основной этап почистим мне очень нравится неоны с пастелью сочетать и вот брендовый маникюр он будет классно смотреться если сейчас покажу второй вариант французского маникюра когда мы используем сначала шерми кончики тоже очень удобно не нужно мучиться с линии улыбки и линия улыбки получается золотая так сделали и теперь здесь можно продолжить делать какой-нибудь дизайн так дизайн нужно взять что-нибудь из брендового маникюра вот можно портупеи взять пример беленькую портупею будет прикольно и это взять дальше можно взять какой-нибудь такой логотипчик наклеить о да давайте вот так сделаем что я придумала берем белый гель-лак так где мой белый гель-лак юль брала у меня белый гель-лак белый гель-лак тоненькая кисточка да как дополнительные цвета может выступать белый черный суши и здесь еще один сухой у нас прям есть буквы мы сейчас так вот выложим просто dior например пока он у нас сохнет сейчас мы параллельно сделаем второй французский маникюр пусть он будет голубым нет оранжевым да пусть будет оранжевый и перед тем как его делать мы берем шармиконы для французского маникюра они и золотые есть серебряные до одной рукой конечно шармикон не приклеишь на типс все примерно наметили все теперь можно сориентироваться просто на него и у вас будет золотая отбивочка так сушим сейчас мы вернемся так здесь нужно избавиться от достаточно липкости сушим здесь тоже нужно сейчас пройтись сделать текласом слой если боитесь что будет толстые слои можно брать кисть отдельную овал и перекрывать промежуточные слои для дизайна отдельной кисточки чтобы практически не было толщины вот я вчера выгрузила эфир или позавчера вот с этим маникюром прям посмотрите чтобы не было толщины мы все слои топа и топ слайдера и т класса все перекрывали кистью овал и тогда нет лишней толщины так а здесь темпинг можно сделать сейчас мы посмотрим думаем ну пусть будет вот так так возьмем желтенький и возьмем например зелененький и и и и все равно разница не видно где желтый где зеленый но все равно видно то же самое берем жидкость убрали потом взяли палочку все и убрали хочется чем тоже еще яркое добавить типсы блин такие огромные что шермиконы не помещаются никакие ну ладно очень аккуратно снимать чтобы не повредить я уже повредила пишите в комментариях кто любит такие разные ремешки и атрибуты фурнитуры на ногти клеить м м м м м м так и токас током так а сейчас здесь наклеим там девочек надо вернуть наши типсы я сама об этом мечтаю думаете я не мечтаю это уже об этом мечтаю ну пока блин либо пишите вручную все а третий вариант давайте сделаем без французского маникюра пусть будет сейчас я покажу как так берем розовый цвет перекрываем однотонное покрытие напоминаю что розовые и красные и неоновые цвета они всегда темнеют после полимеризации они сначала в себя вбирают ультрафиолет в лампе а потом выпускает его обратно в течение двух трех четырех часов поэтому оттенок сначала потемнеет а потом становится обратно светлый как он и был так а здесь я предлагаю раскрасить стемпинг как это мы будем делать другому еще называют реверсивный возьмем для этого клеточку давайте вот такой вот вариант здесь клетка есть шанель так какие нам лаки понадобится здесь нам понадобится сейчас все оттенки давайте все возьмем так вот сиреневый розовый не можно взять вот так вот персиковый персиковый наверно так вот зеленый да и отпечатывать основной цвет будем черный потом будем раскрашивать цветные так черный я вчера не закрыла лак вот балда юля тебя есть разбавитель для лака блин я лак вчера не закрыла да я у меня простоял черный цвет да да эти не делайте так лаки нельзя оставлять я взялась не но он рабочий вопроса чуть-чуть разбавить надо или ладно давай я таким буду работать в принципе он нормальный еще не сдох в общем так так перекрываем ты классом не закрыла благодарствую так все приготовила кисточка кисточка конечно сухнет моментально от лака когда вы и пачкаете влаг так сейчас нужно чтобы хорошо просох ты класс а и единственное что есть вероятность что сейчас это все черное не отпечатается и желательно бы пройти ультрабондом поверхность чтобы наверняка отпечаталась в общем сейчас если не получится я сейчас еще раз сделаю как раз посмотрите когда нужен ультрабонд при реверсивном стемпинге не всегда но иногда нужен если быстро работаете раскрашиваете то иногда ультрабонд и не нужен ну сейчас проверим а а а а а а мне наверное надо не будем рисковать так так эфир не зависит я просто дую помолились богу ногтей ну в принципе норм сейчас объясню для чего был нужен ультрабонд можно было единственно ультрабонд еще получше подсушить потому что когда он не до конца посушен он может портить просто рисунок лаковые вам просто начинает чуть-чуть плыть дайте чуть высохнуть лаку во первых что лака было сейчас очень много использовано можно сюда еще чуть наклеить правда у нас в стиле шанель ничего нет у нас только в стиле dior сейчас мы здесь такие прикольные шермикон они есть на остатках знаете где на валбересе это посвященный александру маквин киев всяким были прикольно единственно сейчас шермик он не ляжет это мне надо было ты классом перекрыть еще раз у меня же там сейчас этот тэк лаз так объясняю зачем ультрабонд когда вы делаете реверсивный стемпинг раскрашиваете первый слой тонкий контура он уже давно высох если я отпечатала было бы вероятность чтобы не вот эта вся сетка черная она бы не отпечаталась когда вы прокрываете все ультрабондом создается клеевая основа и тогда сто процентов все линии которые были нанесены давным-давно до пока я красила не уже 150 раз высохли они в любом случае к этой клеевой основе приз их присоединяются не сна что следите за тем чтобы ультрабонд у вас не не был мокрый когда вы отпечатываете стемпинг что может испортиться поверхность поплыть все на этом наш мастер-класс подошел к концу эфир выложу сейчас обязательно зайдите на ими шоу посмотрите уже крема новые лосьоны новые гель-лаки это все уже есть наличие все всем пока пока